Большой театр при поддержке Банка ВТБ и совместно с оперными театрами Нидерландским, Датским и Австралийским создал спектакль «Путешествие в Реймс» на исторической сцене театра опера Джоакино Рассини. Государственный заказ, поступивший композитору и либратисту в 1825 году по случаю коронации французского короля Карла X. Заказ, выполненный ими добросовестно и весело, и, как видно, без серьезного расчета на долговечность произведения. Одноразовая опера, грубо говоря, она быстро сошла со сцены. Но жадный до экспериментов, 20-й век, его последняя четверть, не дала сочинению «Кануте в лету». «Путешествие в Реймс» уже 35-й год путешествует по театрам мира. Спектакль в Большом театре – это яркий образец режиссерской оперы. Постановщик Дамьяно Микелетто и художник Пауло Фонтин преодолели единственный заметный недостаток «Путешествие в Реймс» – отсутствие сюжета с развитием. Ведь либретто предельно элементарное. Полтора десятка аристократов со всей Европы застряли в гостинице на пути в Реймс на коронацию и делятся своими переживаниями. На коронацию они так и не попали, но перспектива оказаться на торжествах в Париже их воодушевляет. И еще раз звучат полтора десятка вокальных номеров. Каждый исполняет посвящение новому королю. Вот и вся картина. Микелетто и Фонтино хорошенько ее преобразили и усложнили. Все происходит в современном музее. Путешествующие аристократы – это ожившие персонажи картины Франсуа Жерара, на которой как раз изображена коронация Карла X. Они в нее стремятся. И они в нее попадают. А помогают им в этом многочисленные сотрудники музея. Путешествующие аристократы – это ожившие персонажи.